Здравствуйте! Это «Итоги дня» информационного портала allpravda.ru в студии Дарья Сударева. Смотрите сегодня в выпуске. Благоустроят дворы ко дню рождения. В Новоульяновске продолжается программа комфортной среды. Поехали! Ульяновцы отмечают День космонавтики. Можно сеять. Ульяновский аграрий к посевной готовы. Формирование комфортной городской среды. Программа продолжает реализовываться в районах области. В Новоульяновске, например, сразу несколько дворов заметно похорошают. С жителями напрямую пообщался Сергей Морозов. Новоульянские дворы продолжают преображаться. В городе реализуется программа формирования комфортной городской среды. Конечно же, красоту навели не везде. Оставилось еще много объектов для благоустройства. Один из них – двор 35-го дома на улице Волжской. Местные жители рассказали, чего им не хватает на придомовой территории. На самом деле, даже без их уточнений видно то, что площадка морально устарела, да и машины ставить некуда. Конкретно, вот немножко сделать стоянку для машин. У нас тут вообще стоянки для машин. Потом детская площадка более-менее получишь. Привести в порядок дорогу, асфальтировать, как положено. По-культурному сделать парковки. Потому что сейчас все на колесах. Во время рабочей поездки в Новоульянск губернатор Сергей Морозов навестил жителей Волжской и ознакомился с планом проекта благоустройства. Глава региона обозначил срок окончания ремонта. 11 августа, в день рождения города, двор должен быть готов. Мы же советские люди, все равно, значит, у нас должна быть цель, у нас должны быть сроки. Если у нас цель привести все в идеальное состояние понятное, то надо по срокам определить. День рождения города будет в этом году какого числа? У нас всегда в один день. Нет, в начале августа. Светлана Колесова рассказала о предыдущих превращениях серых дворов в красивые и уютные. Но Ульянск уже три года находится под позитивным влиянием программы. За 2017-2018 год потрачено 22 миллиона рублей и 19 дворовых территорий уже готово. И также в 2017 году была благоустроена аллея по улице Ленина. В 2019 году обустроят еще 11 дворов. На преображение города выделено 10,5 миллионов рублей. Виктория Черкова, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды. Сегодня вся страна отмечает День космонавтики. 58 лет назад на орбиту впервые отправили человека. За 48 минут корабль «Восток» с Юрием Гагарином на борту сделал один виток вокруг планеты. И это событие стало началом новой космической эры. День космонавтики широко отмечают во всех российских городах. Пожалуй, самое яркое мероприятие в Ульяновске традиционно проходит в Ленинском мемориале. Запускать ракету в День космонавтики для учителей и учеников 45-го лицея при Техническом университете – давняя и добрая традиция. Вот уже в 28-й раз учебное учреждение выступает организатором детско-юношеского аэрокосмического фестиваля. К этому важному событию космический корабль делают заранее. Мастерят его из бумаги, а чтобы ракета взмыла вверх, используют твердотопливный двигатель, запал и пульт для пуска. Ракеты нужно строить, ракеты нужно оснащать компьютерной техникой современной, над ракетами нужно работать, их нужно разрабатывать и усовершенствовать. Вот этим мы и занимаемся. Мы готовим детей, которые впоследствии станут талантливыми инженерами, конструкторами, программистами. Аэрокосмический фестиваль – это не только ракета «Воздух». День праздника в Ленинском мемориале сотрудник лицея ежегодно проводит для школьников мастер-классы по изготовлению космических кораблей и самолетов. Мы обязательно делаем в виде конуса ракету, потом она у нас обязательно делается с ниточкой, вот с такой вот, для игры. Нитка идет метровая, два мальчика встают около друг друга, напротив друг друга, начинают постепенно ее разматывать и подходить друг к другу. И кто первый коснется любой из сторон ракет, тот и выиграл. Свои познания о вселенной, планетах и людях, покоривших космос, ребята могли продемонстрировать не только во время мастер-классов, но и в ответах на вопросы викторин или рассказать в своих детских научно-практических работах. Все это тоже часть аэрокосмического фестиваля. Ежегодно в нем принимают участие больше тысячи школьников со всего города. Ну, я знаю, что первый человек, вылетел в космос, это был Юрий Гагарин. Еще летали животные в космос, белка-стрелка, две собаки. Ну, и что у американцев первым полетела шимпанзе. Я исследовала работу, что Луна сама излучает свет или это что-то отраженное. Оказалось, это отраженное от самой Луны. И, кстати, она так меняет цвет. А что-то еще, какие-то факты о Луне можешь сказать, какие-то интересные? То, что она растет, убывает, она бывает разной формы, она меняет цвет. Я даже не знаю один небольшой лайфхак. Как угадать, она растет или стареет? На этот раз в конкурсе участвовали 39 школьников. В этот же день в зале музея Ленинского мемориала назвали имена победителей детского состязания научно-практических работ. Рината Алиулова, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды. С 13 апреля по 12 июня в Димитровграде пройдут дни Ульяновской области. В течение двух месяцев в Димитровграде члены правительства Ульяновской области, депутаты законодательного собрания, эксперты и общественники будут заниматься решением экономических, социальных и хозяйственных вопросов. Завтра в Димитровграде будут работать 29 площадок по разным вопросам. Встречи с общественностью, круглые столы, личные приемы граждан, презентации продукции и предприятий региона. Субботники. С 15 апреля приоритетной темой в Димитровграде станет благоустройство улиц, парков и дворов города после зимы. В последующие недели в повестку вынесут вопросы социального и экономического развития, медицины, транспорта. Кроме этого, жители Димитровграда приглашают на ярмарку. Торговля пройдет завтра на площади Совета в 7 утра. Свою продукцию представит сельхозтоваропроизводители, предприятие пищевой и перерабатывающей промышленности, владельцы личных подсобных хозяйств. Посетителям ярмарки будет предложен ассортимент сельскохозяйственной продукции, в том числе мясо, свежие овощи и фрукты, молочная продукция, крупы, соленья, товары легкой промышленности. В Ульяновской области продолжается реализация программы капитального ремонта. Пока в некоторых домах к ремонту только готовится, жители дома номер 54 на улице Гончарова уже принимают работу. Подрядная организация отремонтировала старую и прогнившую крышу. Размытие фасада, пролитие квартир и многотысячный ущерб. Многие годы жители дома номер 56 по улице Гончарова были вынуждены жить под дырявой крышей. Пытались золотать кровлю своими силами, привлекая управляющую компанию. Однако становилось только хуже. Вода проникала в квартиры, размывала фасад, построенный в 1959 году, четырехэтажки. Крыша была просто в ужасном состоянии. На протяжении уже многих лет, на моей памяти точно лет 10, мы пытались ее ремонтировать с помощью управляющей компании в то время еще Ленинского района, какими-то такими локальными участками. Но все равно тот ремонт, который делался, он не приводил к должному результату. Сегодня собственники приняли новую скатную кровлю. В прошлом году дом вошел в программу капитального ремонта жилья. Площадь новой кровли – 1600 квадратных метров. Подрядчики установили новые ветканалы, утеплили плиты перекрытия. Благодаря этому зимой снег не будет таять на профлисте, а на карнизе перестанет образовываться крупная наледь. Центральная часть города, поэтому были определенные трудности с складированием, с монтажом кровли, но мы с этим справились, выставляли щиты для того, чтобы жители и пешеходы обходили. Все работы контролировали сами собственники. Накануне они вместе с представителями фонда модернизации ЖКХ приняли работы. Программа капремонта продолжится и в этом году. Планируем в этом году отремонтировать 172 многоквартирных дома, на что будет выделено порядка полумиллиарда рублей. По информации фонда, уже заключены договоры на разработку проектно-сметной документации для дальнейшего выполнения строительных работ. До посевной кампании остается все меньше. У местных фермеров к севу все готово. Семена закуплены, техника отремонтирована. Перед севом необходимо заняться удобрением. О работе аграрии в Чердоклинского района в нашем материале. Погода шепчет. На полях Ульяновской области уже сошел снег. Через считанные недели в области начнется яровой сев. Подсолнечник, ячмей, гречиха, рыжик. Каких только семян не заготовили местные аграрии. В полной боевой готовности и техника. Старая отремонтирована, новая закуплена. В хозяйствах Чердоклинского района уже идет барнование почвы. Взрыхление грунта проводится сразу после того, как земля немного подсохнет. На сегодняшний день у нас готова техника на 100%. Сейчас ведутся работы по смазке агрегатов. И также мы завтра уже собираемся все агрегаты перетаскивать на поля. В барновании задействованы 35 агрегатов. Параллельно с этим идет подкормка зимых. Работают 58 агрегатов. В поддержку наземному транспорту вышла и тяжелая артиллерия. Два самолета. В крестьянско-фермерском хозяйстве Макаров подготовили качественное минеральное удобрение. Предстоит засеять больше 2000 гектаров земли. Ну, а зимой у нас на площади 760 гектар. Яровых в пределах 800 будем сеять. Подсолнечек 500. Остальные однолетние травы. На сенаж. И на силу с кукуруза. Кроме Чердоклинского района, к подкормке приступили в Вишкаевском, Корсунском, Кузоватовском, Маинском, Новоспасском, Радищевском и Ульянском районах. На вопрос, когда же начнется посевная, аграрии пожимают плечами. Ведь все зависит от погоды. Если хорошая погода установится на протяжении всего апреля, то сезон можно будет открывать сразу после подкормки. Ульяновцев приглашают принять участие в субботнике на территории экопарка Черное озеро. Сбор участников запланирован завтра в 10 утра по адресу улица Октябрьская, дом 40, со стороны бывшего банкетного зала «Севилья». В Ульяновском драматическом театре имени Гончарова вновь готовится премьера. На этот раз зрители увидят иронический детектив «Ножницы» по пьесе Пауля Порнера. На репетиции побывала наша съемочная группа. 20 апреля Ульяновский драматический театр представит премьеру необычного для нашей сцены спектакля. Репетиции в самом разгаре. Режиссер постановки Владимир Золотарь, уже известный ульяновским зрителям по спектаклю «Беспреданница», который стал лучшим в конкурсном марафоне театрального фестиваля «Лицидей-2019». По признанию самого режиссера, новая пьеса – это своеобразный эксперимент. На этот раз зрители станут участниками спектакля. Здесь очень многое в течение самого спектакля зависит от зрителей, от контакта с ними, от их поведения, проявления и так далее. В этом смысле это во многом для артистов эксперимент, что ли, потому что, конечно, нет такого опыта, когда какие-то повороты прямо сюжетные могут случиться или не случиться в связи с тем, как возникает контакт со зрителем. По словам режиссера, это довольно сложная пьеса, где текст очень близок к комедии дель арте. По сути, артисты импровизируют текст в зависимости от того, как поворачивается ситуация. Даже во время репетиции, особенно второго акта, возникают большие сложности, так как не хватает зрителей. Вы сказали, что пьесы сложные, а почему вы выбрали именно эту пьесу, немецкого драматурга? На самом деле, при огромном количестве комедий, криминальных комедий и так далее, хороших-то не очень много, во-первых. А во-вторых, потому что в ней как раз заложен такой трюк, вот этот трюк общения со зрителем, который делает ее очень привлекательной. Как для нас, нам просто интересно это делать, да. И так же мы надеемся для зрителей, потому что, понимаете, ну кто не хочет проследовать убийство. Казалось бы, в спектакле прописаны роли, есть сюжетная линия, но в какой-то момент постановка превращается в некий квест. Это отчасти спектакль, отчасти игра. А почему вы для этого спектакля выбрали ульяновскую сцену, ульяновских актеров? Ну не в любом театре я бы это рискнул. Да, здесь крепкая, сильная и знакомая мне уже труппа, и я понимал, что здесь можно рискнуть, да, эту историю сделать, потому что есть, ну, большая вероятность, что ребята с этим справятся, потому что это очень сложная задача. Вот этот вот баланс выдержать между такой игрой со зрителем и, тем не менее, да, ну, как каким-то созданием некого персонажа, некой истории там детективной внутри. А с другой стороны, то, что здесь ничего подобного нет в репертуаре. Представив премьеру, в мае Владимир Золотарь вновь вернется в Ульяновский драмтеатр, но в новой роли в качестве организатора, куратора творческой лаборатории Олега Лаевского. Ирина Антонова, Александр Кудряшов, новости ульяновской правды. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на информационном портале ulpravda.ru по будням 18.50. Хороших выходных!